Всем добрейшего утра, штата Колорадо, город Стимбэт Спрингс. Ребят, свершилось. Я иду на работу. Сейчас покажу, как я оделась. Так, но обувь комфортная, джинсы тоже а-ля леггинсы. И одела я такую рубашку не просто так. Но решила, зачем клиента в этой маску приготовила в автобусе ехать. Подвозить-то некому, муж в командировке. В общем, одела вот такую рубашку с длинным рукавом, не просто так. Ну, чтобы поменьше, знаете, вот эта черная штука на руке, возможно, смущала кого-либо. Вот, у меня она не смущает, но тем не менее. Плюс одену еще перчатки на руки, будет не так сильно бросаться в глаза. В общем, я немножко нервничаю, как все пройдет, какие обязанности я буду выполнять. Ну, и вообще, насколько я выдержу, сейчас вот 8-часовой рабочий день. Но, как говорится, что делать, что делать. Пожелайте мне удачи, а я вас буду держать в курсе, как пройдет мой первый и последующие рабочие дни. Еду в автобусе. Я и водитель. Больше никого нет. Видите, у нас до сих пор нужно маски носить в общественном транспорте. Итак, сегодня день номер 3. После того, как я вышла на работу, покажу, как я выгляжу. Там гипс, джинсы и кедики. Кстати, кеды Ли Вайс. Я их привезла еще из Украины. До сих пор ношу. И вот эта вот футболочка моя любимая. Я ее уже заносила до какого-то неимоверного состояния. Там даже сзади дыры. Вон, капюшончик там есть. В общем, все, никак не могу расстаться. Но, думаю, ладно, на работу поношу еще летом. Но потом придется, конечно, ей сказать пока-пока. Так, и зачем мне кофта? Это при том, что у нас жара вон на улице. Ну, потому что вечером вообще достаточно прохладно. Особенно, когда у меня был первый рабочий день. И я только в 8 там с чем-то освободилась. Пока ждала автобус на остановке. Вы знаете, была очень благодарна. То, что у меня кофточка. Так, ну погнали на работу. И расскажу, как все у меня проходит. Возвращение к рабочей жизни и жизни в гипсе. Так, ну вот иду к остановке. Быстро скажу, как прошли мои первые два рабочих дня. Вы знаете, конечно, когда ты отдохнувший. Я уже на диване належалась достаточно, полный сил, выспавшийся. Попадаешь первый день на работу. Как у нас хвоя опадает, а? То, в принципе, я даже не устала в первый день. Пришла домой, села, думала, как классно работать. Ну, вы знаете, соскучилась я по какой-то деятельности. Поэтому домой добралась удовлетворенная. Думаю, наконец-то я стала что-то зарабатывать. Страховку-то как-то покрывать надо, правильно. Вот. Так, поглядываю, девушка на остановке. Чтобы автобус не пропустить, он через пару минут должен быть. Вон уже, кстати, остановка. Показывала. Ну, может, кто-то первый раз мое видео смотрит. То есть мне медленным шагом идти, ну, не знаю, полторы минуты, ну, две. Да, остановки от наших апартментов. Ну, в общем, я пришла вся удовлетворенная. Конечно, работать, когда у тебя еще вот этот каст, руку особо не перенапрягать. Но было достаточно тяжело. Но я, конечно, была сама. Приветливость с покупателями и так далее. Но растратила очень много энергии. И вот, вы знаете, день номер два, уже к концу рабочего дня я начала сдуваться. Вот почувствовала, что я устала. Стоять на ногах по восемь часов, это не так-то просто, если кому-то так кажется. Ну, и опять же, вот эти беспрестанные разговоры, которые нужно вести, смолтоки, они на самом деле отбирают много энергии. Ну, знаете, я настроилась на то, что это часть моей работы. Вот, нужно ее делать. И как-то день прошел отменно. Тоже, ну, уже ножки я приволокла домой. Поняла, что да, экзостен. В общем, четыре дня, это максимум, вот то, что я могу на этой работе делать. Честно говоря, пять дней, не знаю, наверное, меня уже в состоянии каком-то полумертвым бы туда везли. Ой, что я хочу сказать. Рука, конечно, подустает. И вот привычка остается привычкой. Иногда вот развернусь, что-то хочется схватить. Вот, и понимаю, что подвижность ограничена. И вчера, конечно, не обошлось без инцидента. Опять забылась, крутнула руку. И да, боль была, конечно, колоссальная. В общем, сегодня я постараюсь как-то, как можно меньше задействовать свою правую руку. Потому что здоровье, оно дороже. А учитывая то, сколько еще мы будем платить за операцию реабилитацию, вот, то, ну, как-то данные заработки, ну, явно не стоят всех возможных побочных эффектов. Так, у нас сейчас вечер и достаточно прохладный. Поэтому я вот в кофте одела даже капюшон и укрылась пледиком тепленьким. Сижу, читаю книгу. Я думаю, что еще два дня, и я ее закончу. Вот уже она у меня, вот это вот осталось дочитать. Книгу эту я показывала. И вот, вы знаете, как-то у меня она тяжело шла, ну, потому что английский. Я там пыталась переводить каждое слово. А потом я поняла, что, Вика, может, и не надо этим заниматься. Просто вот как бы читай и пытайся понять общий смысл. Но иногда предложения достаточно, чтобы ты двигался дальше, понять, ну, взагали, да, о чем идет речь. И, вы знаете, после этого у меня дело пошло быстрее. Сюжет начал развиваться стремительнее. И я как-то так, ну, вот, втянулась в это чтение, что сейчас каждая свободная минутка, которая у меня есть. Знаете, я прямо жду, о боже, сейчас побегу, полежу, там, почитаю полчасика, часик книгу. Вообще, я очень люблю читать и любила раньше. И, вы знаете, вот соскучилась по тому ощущению, когда тебя что-то очень увлекает, произведение. И ты ловишь, ну, каждый момент, чтобы наконец-то сесть и продолжить чтение. В общем, благодаря этой книге ко мне вернулось это ощущение. Поэтому, вот, я наслаждаюсь и, как я уже сказала, наверное, в ближайшие дни ее закончу, эту книгу. Теперь о главном. Вы поняли все правильно. Я вышла на работу. На самом деле, это сколько я уже, две недели отработала. И, собственно, поэтому я и пропала. И не выкладываю видео теперь каждый день. Поскольку я вышла на работу, у меня теперь категорически. Не хватает свободного времени, чтобы этим заниматься. Как-то так. Ну, и самое главное, вот, с рукой-то у меня все еще проблемки. Кстати, как вам мой маникюрчик? Может, другой покажу рукой. Вот, пока все держится. В общем, сейчас хочу показать, какие мне упражнения назначили. Вот, что я делаю на данный момент. Но, честно говоря... Ну, я не знаю по поводу прогресса. Со стороны мне говорят, что это большой прорыв и прогресс. А я смотрю, как работает моя рука. И мне, честно говоря, страшно. Потому, что она не функционирует так же, как и моя господи левая. Вот, сейчас покажу упражнения, которые я делаю. Кому интересно, они мне даются с большим трудом. Вот. И не знаю, когда же заработает рука-то уже на 100%. Так, ну, поставлю как-то вот так камеру. Не самый лучший ракурс. Так, ужасы показывать вам не буду. Поэтому в такой перчатке. В общем, смотрите. Особенно видно, когда две руки вместе. Ну, начинается все с того, что ее нужно с вот так вот вытянутыми пальцами, да, пытаться нагибать вниз. И, конечно, это мне дается с большим трудом. Вот здесь вот очень тянет. Вот этот трындец, понятно, что я себя пересиливаю, пытаюсь каждый раз руку сгибать все больше и больше. Потом, естественно, ее нужно поднимать наверх. И вот сейчас представим, что она на ровной поверхности, да, рука лежит. Вот она у меня вот так вот поднимается. В принципе, ну, хорошо, да. Все было бы хорошо, если бы не было сравнения с другой рукой. Смотрите, как я могу сделать эту руку. И это пока еще, ну, мягко говоря, да, такого угла нет, не дотягивает. У тебя освещение какое-то дурацкое, ну уж извините. Так, дальше. Потом начинается жестяк. Нужно вот так пальцы согнуть и то же самое вниз. И вот тут вниз рука не идет вообще. Вот видите, работают разные группы мышц, видимо. Вот, и поэтому рука вниз, вот так вот. Ну, все. Вот это, не знаю, максимум, а дальше через боль. И то же самое вверх, да. Вот если я ее прямо держу, вот вверх. В общем, здесь все тянет, здесь все тянет. Не самые приятные ощущения. Это камеру пытаюсь установить. Это караул. И вот смотрите, для сравнения разница. Вообще капец. Ну, наверх чуть-чуть лучше, видите. Ой, потом мне нужно разворачивать руки вот так, вот так. Если вот так, у меня она еще. Вот сейчас я так. Ну, вот почти я так. Видите, и то неполный разворот, то в обратную сторону. Ну, это вообще, вот, блин. Вот, ребят, вот не поворачивается рука. Капец. То есть сюда мне сложнее. Понятно, что я делаю это все, ну, так, в достаточно замедленном, да, темпе. То есть выверну, подержала, поворачивая назад. И вот потом в конце, когда руки разогреты, да, благодарим позу. Вот видите, треугольник. Оп. Ну, все, дальше рука, вот она. Ну, вот это максимум, ребят. Но, как вы видите, еще треугольник не получается. А потом вообще начинается жестяк. Мне нужно, сейчас возьму камеру все-таки. Вообще, мне нужно катать мячик туда-сюда. Если туда оно катится, то, в общем, в обратную сторону рука не сгибается. Это оттаз. Фух. В общем, все получается совсем не так, как я рассчитывала. И так мне описали, что там чуть ли не через месяц я буду кататься на велике. Не знаю. Пока я не вижу, что я готова кататься на велике. Я этого не чувствую. Рука, вы видели, как работает. Вот. В общем, жестяк. Муж говорит, что, Вика, все нормально. Тебе еще понадобится месяц работать с рукой. Будешь там делать упражнения. Оно будет лучше, лучше и лучше. Дай Бог, чтобы так оно и было. Потому что, вот, первоначально, даже вот этот палец я когда сгибала, вот так вот, у меня была очень сильная боль. Но сейчас как-то это движение, видите, мне вот дается легко. В общем, не знаю. Вот так вот я восстанавливаюсь, ребят. И разговаривала с мальчиком у нас на работе. У него была очень серьезная травма. Ну, там намного серьезнее. Он увидел мой прогресс и такой сделал. Вау! Вау! У тебя все круто! Говорит, я после там травмы, говорит, вот так вот пальцем, вот так вот. Вообще не мог. Он даже вот так пальцами не мог делать. Представляете? Я это могла, в общем-то, и до операции совершать эти действия. В общем, конечно, в его глазах, когда он видит, как я могу взять чашку, ну, такую нетяжелую, вот, в его глазах это, конечно, вообще супер прогресс. Вот. Ну, а я волнуюсь, потому что для меня это как-то, ну, не знаю, я ожидала как-то быстрее выздоровления. В общем, разрабатывать мне еще эту руку и разрабатывать как-то так. На работу я хожу. Вот этот каст, который черный, вы, может, видели меня в нем. Я иногда одеваю, иногда нет, в зависимости от ситуации. Но тяжести, понятно, я поднимать не могу. Значит, сила к руке, она, ну, более-менее возвращается. Но какие-то предметы, вот, тяжелые мне лучше пока не таскать. Вот как-то так. Слушайте, ну, сегодня прохладно, москитов меньше, но тем не менее. Вот смотрите, зажигаю вот такую свечку. Кто не знает, я покупала в Волмарте. Называется антимоскитная свечка. И вот она реально помогает. Специфический запах такой, когда ее зажигаешь. Но тем не менее, москитов отгоняет. В общем, до вершения сюжета, знаете, что хочу сказать. У меня сейчас классическая сцена из книги Дейла Карнеги. Когда он написал, говорил о том, что когда вы там пеняете на жизнь, подумайте о том, что на самом деле вы счастливчик. И есть очень много людей, намного более несчастных, чем вы. Ну, например, люди, да, лишенные вообще одной конечности. Руки, ноги, обоих ног. Они не могут радоваться обыкновенным вещам, которые вы даже не замечаете, делая ежедневно. И вот вы знаете, наверное, это осознание в очередной раз приходит, когда что-то случается с тобой. Вот как в данном случае, да, я жила-жила. Мне казалось, все, у меня так все, вот там, не знаю, плохо. И то, и сё, там, и с работой не так. И тут, да, происходит такая вот ситуация, проблема с рукой. Ты не можешь ни толком не причесаться, действия ограничены, скорость взаимодействия у тебя тоже медленная, да, то тоже одеться, там, сходить в душ теперь занимает намного больше времени. И вот реально начинаешь ценить жизнь. Думаешь, блин, да когда две руки работало, как же все было хорошо. Знаете, вот, как говорится, не пеняйте на свои проблемы, а старайтесь мыслить в позитиве. Вот в очередной раз жизнь мне это показала. Жаловалась, жаловалась, а надо было смотреть в корень. Господи, я здорова, все работает, слава Богу. Все остальное переживем, построим план. Ну, в общем, как-то так. Конечно, вот после того, как происходят подобные вещи, еще больше начинаешь ценить обычную жизнь. Какие-то мелочи маленькие, да, тебя радуют несказанно. Там, возможно, сделать кофе, там, что-то схватить обеими руками. И вот я уже жду, не дождусь, пока я вернусь к своей обычной жизни. Так что мораль всей басни такова. Очень часто в жизни мы не ценим то, что имеем. Вот. И снова оценить всю прелесть того, что у нас было, иногда помогают вот такие какие-то моменты ЧП. Это вот то же самое, как до карантина. Ну, все там жили, да, своей жизнью, кого-то что-то не устраивало. А когда мы все очутились, да, некоторые без работы, кто-то заточен в помещении, без возможности выйти, погулять, поехать попутешествовать, куда хочется, да, вот как мы сразу поняли, насколько это круто. Ну, в общем, как-то так. Ну, все, ребят, на этом всем пока-пока. Буду держать вас в курсе, что и как у меня будет происходить дальше по восстановлению. Ну, и до следующих видеорепортажей. Пока-пока.